Впрочем, избавиться в Киеве решили не только от парковщиков. На одной из станций метро с сегодняшнего дня нет кассиров. Это новый эксперимент. Ранее в подземке заменили зелёные жетоны на синие, подняв тарифы на проезд. И вот теперь QR-билеты. Как выглядит европейская модель оплаты в украинских реалиях, расскажет Лина Зеленская. Новые синие жетоны, это на самом деле хорошо забытые старые. Именно за них несколько лет назад кирилляне платили по 2 гривны. Затем их заменили на зелёные. И вот сейчас очередная ротация. Метрополитене говорят, что это в последний раз. Со следующего года планируют перевезти пассажирам на электронный способ оплаты. В качестве разового вот такой билет с QR-кодом. Попробуем. Станция Кловская. Первая в Киевском метро, на которой больше нет касс. Как заплатить за проезд, пассажир выбирает самостоятельно. Приобрести QR-билет, пополнить проездной, воспользоваться банковской карточкой или наличными. Очередей к автоматам нет. Впрочем, это не час пик, да и станция не очень загруженная. Пассажиры присматриваются к новеньким автоматам. Незручно, например, сдачу, если тебе дают. Но нужно иметь или копию, или банковскую карту. А если, например, у тебя есть только 10 гривен, ты не можешь купить. Нужно использовать банковскую карту. Устройства, которые выдают сдачу, они очень дорогие. И в массовый рынок нет смысла запускать. Они не окупят себя в принципе. Насколько дешевле обошлись автоматы, не выдающие сдачу, чиновники не признаются. Отсылают к сайту Прозора. Зато охотно говорят о бонусах для пассажиров. Существует система скидок. Она отображена как на плакатах, так и при пополнении карты метрополитена. Вы видите количество поездок, которые вы можете купить. Следующими станциями без кассиров станут Университет, Дружба народа, Лыбецкая и Политехнический институт. В центре города очень массово используют именно новые технологии. То есть много приезжих, много туристов, которые привыкли именно к европейскому проходу и оплате проезда. А это именно европейский формат. К слову, такая система оплаты поездок уже давно действует в европейских городах. К примеру, в Германии билеты можно купить на улице вот в таких автоматах. Они действительны для всех видов транспорта. Лина Зеленская, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер.